Здравствуйте, глубоко уважаемые любители планерного спорта! Ну, надо собирать планер! То есть погода бомба! Сезон продолжается, надо собирать планер! КОНЕЦ Я хотел бы, наверное, рассказать немножко, раз уж такое неспешное видео, мы летать будем завтра, поэтому не спеша сейчас соберем планер. Хотел бы рассказать о нюансах, которые ждут при сборке планера и сложностях, которые могут происходить, опасностях. Потому что я вот несколько раз чуть не разломал свой планер, собирая его. И первое, что нужно сделать, это правильно зашвартовать прицеп. У хороших прицепов всегда есть вот такие вот опоры, которые, ну, я уже предварительно ее выпустил, выпустил, и она уперлась в грунт. Теперь прицеп не может опрокинуться вот так вот. Почему это важно? Потому что, когда мы выкатываем фюзеляж, я сейчас буду сразу открывать прицеп, когда мы выкатываем фюзеляж, вес распределяется таким образом, что прицеп может наклониться и упасть на вот этот вот борт. Вот так вот. И фюзеляж дальше поедет практически, там вот мы можем чуть вытащить, потом что-то делать, потом фюзеляж поехал. Ну, в моем случае я собирался в Африку, что-то там монтировал фюзеляж, фюзеляж мне не разрешали выкатывать, потому что еще было рано. И я вот забыл эти опоры поставить. И в какой-то момент у меня внутри планерного прицепа открыт фонарь, и вдруг фюзеляж тупо начинает ехать назад. Прицеп опрокидывается, фюзеляж едет. Вот я там куда-то бросаюсь, куда-то ложусь под какие-то колеса. В общем, как-то немцы бросились. И мне повезло, у меня фонарь задний остановился сантиметров 20 до вот этой крышки. Причем, если бы он уперся в крышку, он бы просто в хлам разнесло бы его, и в Африку бы я не поехал точно. Это была первая моя Африка в 2017 году. Поэтому это важно, мелочей в планеризме не бывает. То есть первое, что мы делаем, это швартуем прицеп. По-хорошему еще нужно вот эти вот противооткатные поставить опоры. Вот теперь все будет крайне крепко. Причем один ставится в одну сторону, в другую, в другую. И теперь у нас абсолютно крепко зашвартовано все. После этого откидываем борт. Я в корсете, потому что в 20 лет я сломал позвоночник на проплане, и с тех пор, видите, приходится носить. Скидываем рампу, по которой планер будет съезжать. Вот, это прицеп фирмы Кобра. Очень удобный, в мире полностью все сделано так, чтобы пользователь пользовался и радовался. И я проверяю, что у меня здесь все хорошо, и поднимаю крышку. Дело в том, что стоят двойные газовые амортизаторы, иногда они все равно... Сейчас венгреты, вот эти вот законцовки крыла, висят в ложементах. Подсними. Вот эти вот, они достаточно тяжелые. И в сумме получается, что крышка может до конца не выйти. А если она до конца не выйдет, то киль может зацепиться за эту крышку и повредиться. Но сейчас вроде как все хорошо. Я снимаю вот этот ремень очень важный, который хвост держит. Иногда его забывают прицепить, и тогда планер едет, прыгает и бьет телем прицеп. Мало чего хорошего. И теперь я... У меня здесь специальная ручка есть. Я нажимаю ногой. У меня приподнимается фюзеляж, и я его страдеваю. Оп! И начинаю потихонечку катить. Смотрю, что здесь у нас все проходит хорошо. Я качу, 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 качу. Качу, качу. Так, вот видите, у меня тут чуть-чуть не попало. Вот сейчас. Хорошо. Оп! Смотрю, что все хорошо. И потихонечку скатываю его. И вижу, что я забыл вот такую палочку поставить, чтобы можно было сейчас скатить без всяких приключений. Теперь я могу катить дальше. Так, вижу, что у меня попадет ремень под колесико. Видите, как много всяких нюансиков. Вот сейчас пока он не уберся, я придерживаю фюзеляж руками, чтобы не катился огонь, поправляю. Но все нужно делать заранее. Это все такие мелочи, которые я вот сейчас пишу, чтобы видео получилось не длинным и не грустным. В результате косячу. Но это, наверное, даже на пользу, потому что вы видите, как вы видите, что это человек, который собирает планера уже не первый раз. Представляете, как это вообще первый раз бывает. Но я на самом деле редко собираю планера, потому что я его собираю в начале сезона и я разбираю в конце. Но, видите, сейчас сезон удлинился. В Африку мы в этом году не едем. И поэтому можем себе спокойно позволить пособирать вполне расчет. Так. Вот это теперь наша рампа больше не нужна. Все лишнее сразу убираем. Ставим на место. Одеваем вот эти коврики, которыми можно зачистить крыло от царапин. Я уже царапал крыло вот этими без ковриков, когда собирал как-то. Только не на моем плане, а на предыдущем. Так. И смотрим. Все здесь хорошо. Крыль я чуть-чуть подготовлю попозже. Сейчас смотрю фюзеляж. Смотрю все внутри. Все доехало красиво, замечательно. Ну и буду сейчас ждать моего помощника Мишу, потому что один я крылья восстановить не смогу. И я пока буду готовить всякие запчасти. Там специальное устройство для перевозки крыльев, чтобы не напрягать позвоночник. Всякие такие удобности. Вот я их сейчас вытащу, приготовлю. На это уходит обычно там 5-10 минут. После этого мы продолжим. Приехал Михаил, мой ученик, соратник. Он мне будет помогать собирать планер. Я подготовил такую тележку для того, чтобы перевозить крылья, чтобы как раз позвоночник избыточно не грузить. Можно посадить в кабине. Я подготовил штыри. Я их смазал сейчас. Все прошел металлические части. Вот здесь вот эти вот. Снял старую смазку, нанес новую на крыльях тоже. Вот. Все подготовил. Здесь штыри смазал. Тоже они готовы полностью к установке. Основные штыри крыльев. И мы готовы. Значит, начинаем выкатывать. Осторожно. Не ломаем ничего. И потихонечку тележка пошла. Я начинаю выносить крыло. Вот сейчас неприятный самый на этот момент тяжелый, потому что мне нужно на крыло приподнять. Держивай тележку. И осталось чуть-чуть. Вот и у нас должна тележка быть где-то посредине интерцепторов. Так оно? Нет? Я поднимаю. Потихонечку ее кати. Ага. Вот так. Достаточно. Вот здесь хорошо. Теперь смотри, иди сюда. Ко мне я поставлю сам эту штуку. Держи. Ничто никуда не упало. За крыло держать не надо. Вот здесь специальный куча-куча всяких. Так. Я фиксирую крыло от опрокидывания, чтобы оно у нас не упало, не дай бог. Оп. Все. Крепко закручиваю болтики и винтики. Все. Держится. Никуда не делится. Теперь ты удерживаешь с этой стороны. Я его поднимаю с тележки и катим. Катим, катим, катим. Еще катим, еще. Спокойно катим. И его поворачиваем. Так, и сюда. И сейчас будем прицеливаться. С первого раза редко удается попасть. Это если только плагер каждый день разбираешь, собираешь. Так. Ну. Ну, практически попал. Есть такой специальный ключик. Им нужно полчелкнуть воздушные тормоза. Они сейчас в заблокированном состоянии. Мы их разблокировали. Вот эти тормоза вышли. Вот это специальный ключик. Теперь мы поворачиваем наше крыло вот таким образом. Оп. Все. И мы готовы к тому, чтобы закатывать все в фюзеляж. раз. И сейчас будет играть по высоте, потому что нужно... Во-первых, я вижу, что я все-таки не попал. Давай, значит, смотри, поворачиваем вот так, проезжаем немножко. Вот так. Проезжаем немножко. Ну, сейчас должно быть лучше. Да, сейчас похоже на правду. Все. Я теперь обхожу. Буду с передней части фюзеляжа. Важно аккуратно загнать крыло в фюзеляж. И Миша толкает. Я подаю. Стоп. Сейчас должны мы попасть баками. Ой, как по углам все хорошо идет. Отлично. Это зашло, зашло, зашло. И толкаем, толкаем, Миш. И я вижу, что, видите, щель асимметричная. Нужно подать вперед. Я еще сейчас его приподниму спиной, а ты видишь вперед на 5. Давай. Оп. Достаточно. Смотрим. Мало. Ну, почти. Толкай. Оп. Сейчас не идет что-то. Подожди. Ага, вижу, что надо поднять телевку повыше. Оп. Хорошо. Толкаем. по-немножечку. Что-то не идет. А что не идет? Там же. Убирается. Вроде не убирается. Все хорошо. Нужно идти. Когда, друзья, собираешь планер без опыта каждодневной сборки, а немцы часто любят собирать планер. Каждый день толкай. Ага, пошевелись. Чуть и толкай, толкай, толкай. сейчас войдет. Еще, еще, еще немножко. Еще. Чуть вперед его. Сейчас. Здесь уже все ушло. Я могу пристать. Ты можешь сам поеду, давай попробуем. Вот. Кольемцы собирают каждый вечер или забирают планировать иногда. Но я уже говорил в видео, что если бы планерный был спорт таким, чуть назад надо на хвост. Ага, чуть вперед. Вот так вот нормально. Все. Замри, я сейчас ставлю стоечку. Если бы планер нужно было разбирать каждый день, то я бы, честно говоря, точно планером в спортивном не занимался. Выкатываем тележку. Нашу замечательную, что мы из нее делали. Одно крыло мы установили. Оно стоит на стоечке, в фюзеляже. И сейчас мы будем установить целое крыло. Важно, чтобы в процессе вот этого всего установки у нас было шасси убрано. Почему это делать? Потому что вот эта вот вся тележка, она гидравлическая, вроде как все крепкая, все рабочая, но не дай бог что-то случится, то тогда фюзеляж, который так он на лыжементе все равно останется. А так он может опереться на шасси, начнет падать на бок. Здесь все штыри, может что-нибудь сломаться. Все советуют шасси выпускать только после полной сборки. Итак, мы берем второе крыло. Крыло вроде как улетательного аппарата одно. Ну, в общем, я это все не компас и компас не люблю. У меня правая консоль, левая консоль, правое крыло, левое крыло. Как мне удобно, так я и говорю. Может быть, иногда безграмотно, но в конце концов, здесь их же люди придумают и могут его расширенствовать. Маш, поднимешь? Нет. Нет. Теперь держи сев. Вот это что-то надо его. Я покинулся. Тут, наверное, подвинем. Вот сейчас я вытягиваю, 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 вытягиваю. Смотри, как оно там. Все готово. На интерцепторах стоит, нет? Посередине? Оп. Чтобы где-то по центру интерцепторов оно было. Ну, достаточно. Так, переходи ко мне. Ко мне, переходи сюда. Держи. О, я сейчас поставлю фиксатор. Друзья, так жарко, он сменяет пот реально. Капает каплями. Это какой там октября октября семнадцатого. Представляете? Да, есть. Теперь повторяем клятки с губами с тележкой. Тележка, конечно, мега штука, потому что вы даже не представляете, друзья, как тяжело это делать, если тележки нет. Вот так где-то. Максик, отходи в сторону. Максюлечка. Поп. Ну что, чуть-чуть поближе подъезжаем, чуть-чуть, мне кажется, назад. Тоже освобождаем. Давай перевернем, в перевернутом положении будет сразу удобнее, все подъезжаем. Готово. Оп. Да вроде ничего. Потихонечку толкаем. Стоп. Хорошо. Продолжаем толкать. Стоп. Еще. Ну и видно, что надо на мотор чуть-чуть подать. Сейчас. Вот так. Хорошо. Отлично. Все везде попало. Потихонечку подаем. О, прям все идеально. Толкай. Должно зайти. Еще, 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 еще. Оп. Оп. просто замечательно. Теперь смотрим по высотам. По высотам. Слушай, немножечко еще. Можешь еще толкнуть немножечко? Покачать и толкнуть. Оп. Так. Все, 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 хорошо. Все. Сейчас хорошо. Пожалуй, вверх чуть-чуть крыло поднять тоже. Оставили одно крыло оба полукрыла фюзеляж и у нас должны совместиться отверстия. отверстия, в которые должны вставиться штыри. Вот это самая сложная часть, совместить эти отверстия, потому что нужно поднимать, опускать, ловить. То есть, вот здесь как раз нужен некий опыт. Ну, я вроде как почти попал. Вот. И вижу, что мне, допустим, нужно немножечко вот это крыло поднять вверх. потому что еще вверх его поднять. Проверяю. Стало лучше, стало идеально. И вот у меня сейчас большой шанс, что если я сейчас засуну штырь, он нормально стянет. Вот, проблема какая, что крылья надо еще стянуть. Вы видите, почти швы сошлись, но немножко, немножко они растянуты. Поэтому существует вот это вот замечательное решение с эксцентриком. Стоит эта сволочь 150 евро. Это, по-моему, лучшая инвестиция, которую я делал. Что этот эксцентрик вставляется, прокручивается и в определенном положении стягивает немножечко крылья. Как мы сейчас попробуем это сделать? Вот он сейчас с сопротивлением идет. Я беру трещоточку и вот они стянулись. И сейчас он проскочит, наверное. Все, больше не надо. Вот прям стянуто. Теперь я беру штиль и пытаюсь его вот сюда вставить. Здесь придется сейчас прекратить видеосъемку, потому что Наташа будет на одном, одной консоли, а Миша будет на другой. Мы немножко покачаем. В принципе, могут собрать два человека, но просто чуть-чуть дольше это занимает. Так что я выключу и включу уже, когда штырь будет вставлен. Случилось чудо. Я только отправил Наташу на консоль, чтобы она там что-то поправила. Не пришлось ничего поправлять. Вот смотрите. Вот штырь. Смотрите, раз. Оп. Оп. И он на месте. Фантастика. Первый раз за всю историю сборки планера. Наверное, это виновата камера, эффект камеры. Я собрал планер вот с первого тычка штыря. Вот что значит, как говорится, мастерство уже сборочное. И теперь осталось вынуть эксцентрик. Оп. И ставить второй штырь уже готов, смазан. Я вставляю второй штырь. И самая, самая тяжелая часть. Миша, немножко вверх-вниз консольку. Один штырь встал, это уже очень хорошо. Сейчас второй просто нужно по высоте чуть поймать. Вверх-вниз еще нет. Ну вот здесь сложность небольшая пошла. Видимо, я цойку слишком высоко забрал. Я сейчас Мишу ее перемещу, потому что вверх, Миша, там может вверх, но не может вниз. А не дольше должна быть свобода. Так. Давай, вверх-вниз. Оп. Оп. Есть. Все. Мы крыльевые баки не будем использовать, но дренажные магистрали крыльевых баков обязательно насоединить. Причем сейчас, чтобы не забыть, потому что без этого могут быть проблемки. Оп. Все. Есть. Крыльевые баки не подсоединяем. Все. Штыри вставлены. Я сейчас лишнее масло вытру, чтобы не пачкать одежду, потом и прочее. Изумительно собралось все. Я очень доволен. Ага. Теперь мы ставим, можем поставить стабилизатор. Не-не-не-не-не, ничего откручивать не нужно. Просто оставим ее на месте. На меня подавали. Попускаем вниз. Аккуратно не горячим, за что не цепляем. Понесли. Со стабилизатором, друзья, была интереснейшая история. Миш, подходим. Я летал на плане Янтарь-Стандарт. Там совершенно, на мой взгляд, технически безграмотная система крепления стабилизатора с таким хитрым штырем, у которого внутри что-то расходится. У нас здесь все просто. Мы подаем и вот сверху болт. Вставляем болт, закручиваем. Все. То есть просто, надежно болт там контрится специальным шариковым таким храповичком. Все прекрасно. А там был такой штырь надо было вставить. У него какие-то лепестки расходились, провернуть его и законтрить. И в принципе в оригинальной конструкции Янтаря-Стандарт никто никогда ничего не контрил. Ну, которые в Польше летали. Но у нас в Советском Союзе решили, что должно быть отверстие, надо законтрить. Сделали. И дальше возникла возможность ошибки. То есть человек, который собирал планер, это был не я. Он вставил, не убедился, что усики вышли. такие раскрываются усики. Что они вышли, не убедился, штырь повернул и законтрил. Но штырь был в итоге не сфиксирован. Он держался исключительно на контровке. Контровку он использовал уже третий или четвертый раз. Я, как получивший планер, пришел планер посмотреть. Смотрю, контролочка есть, все красиво. И для пущего обтекания я эту контролочку аккуратненько за ленточкой заклеил, так, чтобы все было красиво-красиво. И где-то день на третье-четвертое соревнование штырь этот в воздухе вылетел постепенно. И слышу я, лечу, слышу бряк-бряк. Бряк-бряк. Я ручкой так, ведь в потоке бряк-бряк, что ты? Бряк-бряк. Ну и тогда брякалось. Думаю, не, надо, упражнение как раз уже заканчивалось. Думаю, все, набрал, хрен своим результатом, финиширую побыстрее. И я на финише, высоты перебрал, скорость 200, финиширую, касаюсь грунта, еду, и только бряк-бряк, шмяк, бак-бак, ба-бух. Я выхожу, а у меня вот так стабилизатор висит. Ну и представляете, если бы стабилизатор свалился в воздухе, то с вами бы не я разговаривал, моя какая-то следующая реинкарнация. Вот, так что вот должна быть грамотная конструкция, дуракоустойчивая. Эта дуракоустойчивая, в янтаре нет. Так, а нам осталось всех действий пристыковать консоли, расконсервировать двигатель, который немцы законсервировали на 90 дней. И можно будет взлетать, не знаю, может сейчас еще успеем взлетать разочек. Чтобы консоли установить, используется вот такой ключ. Вот этот ключ мы вворачиваем. Вот такое хитрое гнездышко. Оп, делаем вот так, от фюзеляжа. А, нет, к фюзеляжу, к фюзеляжу. Раз, вот двоечник. Вот что значит редко планер собирать. Вот видите, какая конструкция прекрасная, вот, ничего сложного. Толочку убираем сразу, снимаем консоль. Она здесь очень удобно крепится, пишет, завязай внутрь. Оп, опускаем с тобой. Пускаем, 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 пускаем. Пускай я потихонечку на тебя подаю. Оп, все, осторожно, не упади. Ты там быть внимателен. Вот эта штука уже очень дорогая, она сильно дороже, стабилизатор. За, лучше не берись в дизерон. И теперь мы вставляем консоль, чуть вперед. Ты встань, держись за кончик крыла, тебе не нужно вот, ага, вот так. Сейчас, потихонечку подаем. Чуть, дайте, выше подними немножко. Здесь у нас чуть-чуть вправо-влево. Оп, хорошо, стоп. Теперь толкай. Все. И теперь у нас вот так раз и вот так два. Все. Готово. Останется только изоленточкой все проклеить, чтобы держалась на изоленте. Знаете, какая шутка у пилотов, когда они готовят планер с утра, они подходят и вот этот вот стык скрыла проклеивать изоленту часто. Она тут отлепляется, часто он отклеит новую, вот так клеят и подходит, например, пассажир там или девушка какая-нибудь говорит, ой, а у вас крылья на чем держит? На изоленте, самый крепкий материал. На изоленте все. Опускаем, Миша. Еще, 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 еще. Потихонечку вытягиваем. Как вы убедились, откади, что мне? Изолента в планиризме самый-самый хороший, замечательный материал. И можно сделать все. Помнится, когда мы летали в Орле, я купил свой первый планер РЛС-8, то рядом со мной поставил планер Вентус Яков Моисеевич Раге и я говорю, Яков Моисеевич, ну нельзя же с перекрытием ставиться. Он говорит, ну ты же опытный, ты пилот уже, год летаешь целый. Неужели ты забудешь, что нужно нам будет вынуть. Толкай, Миш, потихонечку разъехаться. Ну ты же помнишь, что я стою перед тобой? Яков Моисеевич, я конечно помню, но может лучше без перекрытия. Он говорит, ну ладно, ну что нам сейчас переставляться. И у нас планера вот так стоят. Вот так стоит мой планер, а вот здесь стоит планер Яков Моисеевич, пересекается где-то на полметра. И на следующее утро был мой самый первый полет в Орле, на планере, на новом. Вот я на нем еще не раз, ну летал, уже в Альпах летал, но вот на соревнованиях в Орле, чемпионат России, я там не зачету, что разряда нет. Думаю, эх, как я сейчас дуну сегодня, ого! И готовлюсь, у меня машина, там вот это вот, все устройство для перевозки за машиной, я все аккуратно цепляю, 10 раз проверил, вот. И тут подбегают ко мне мои друзья, там, Данила Додринкинс, они говорят, ой, Волков, давай скорее, скорее, давай, давай, быстрее, мы на старт опаздываем. И вот вы знаете, вот здесь самое интересное, что как будто вот загипнотизировали, какое-то забвение, я так думаю, так, быстрее на старт, на старт быстрее, быстрее на старт, на старт быстрее, быстрее, сажусь в линкрузер свой и только вот нажимаю на педаль и думаю, что-то все-таки не так. И вот нажатие на педаль, что-то мысль, что-то все-таки не так и такой звук бак-ва-бак, шмяк-бряк-хряк. Я выхожу, такие ошметки, все тут валяю, видно, как вот все вскрылось, куски пластмассы. Я ложусь вот так на траву, на пузо, лежу и думаю, жизнь моя, жизнь твоя шарик кончена, на этом можно ее финишировать. Вот, полежал 5 минут, народ, конечно, молчит, вот, пришли техники, гой смотрит, говорит, слушай, ну ты это, только петлю там на дереве не приделай, сейчас, говорит, через 5-полчаса все починим. Они берут серый скотч, вот этот вот, армированный, шмяк-бряк-ряк, то есть у меня, по сути, треснула только кромка на законцовке, она раскрылась, естественно, но они ее стянули, проклеили хорошенько, вставили законцовочку, говорит, литий сокол. Ну, примерно так же отремонтировали ивентус. Потом его, потом все, конечно, отремонтировали на заводах, но соревнованиям и мы отлетали на изоленте. Максичек, сюда иди, мой хороший. Покажи, как ты хорошо собираешь планер, моя радость. Это что? Да, это с этой стороны я правильностью. Держи, Макс. Пинглет? Сейчас мы к тобой будем его вставить. Оп. Значит, смотри, вот так его держи, вот так. Ты сам? Ты поможешь? Вот сюда надо вставить, да. Нет. Давай. Не так же. Папа не так. А, точно, кстати. Вот это, друзья, нонсенс. Ой, Макс, подожди, я тебя крепче возьму. Давай. Так, вставляй. Да, хорошо. Папа сейчас нажмет немножко. Вставляй, вставляй, качай. Ручку аккуратно. Повыше возьмись, Макс, чтобы ручку не прищемило. Вот здесь. И толкай вниз. Давай, 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 давай. Оп. Щелк. Все, готово. Второй. Поможешь вставить? Колесико крутится. Колесико, колесико, Макс, нравится. Это колесико, да, на котором планер едет, когда папа по земле рулит. Пойдем вторую ингрету подсоединить. Побежали. Держи, Макс. Оп. Я тебя поднимаю. Аккуратненько попадай. Миша, подержи, чтобы крыло не качалось. Ага. Оставляй. Хорошо. Папа сейчас нажмет. Еще, еще. Толкай вниз, вниз, вниз. Еще. Давай, 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 Макс. Смелее. Оп. Сейчас. Давай, 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 давай. Еще, еще, еще. Аккуратненько шатай. Вот. Ниже, ниже. Вот. Идет, 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 идет. Давай, давай, давай. Покачивай вниз. Оп. Все. Щелк. Щелкнуло. Все. Молодец, Макс. Браво. Подаем питание на двигатель. Вот. Смотрите, какая волшебная кнопка. Расположена. Сейчас я нажму. Будет противный звук. И. Выпускаем двигатель. Вот влазит мой мотор. Интересно, как там все. Ага. Там все хорошо. Выполнена консервация. Вот видите, здесь. Все замотано. Мы первым делом это все замотанное разматываем. Что, летать-то мы собрались, а не зимовать? Ой, такие хорошие у меня есть кремешочки есть. Консервационные. И вот такая пупочка. Вот видите, полный комплект для консервации. Сейчас его спрячу. Вот настоящий, немецкий. Не то, что там из каких-то противоблевотных пакетов сделан. На коленке. И замотан скотчем. Видите, специальная резиночка. Вот. Ой, как все хорошо. Какой моторчик у меня. Чистенький, аккуратненький. Ну а сейчас мы его запустим. Пойдет куча дыма. Почему пойдет дым? Потому что двигатель был... Это не коронавирус. Это просто вот так. Так. Двигатель залит маслом. То есть сейчас надо будет его провернуть. Потом мы сейчас проклеим весь планер. И перед взлетом вы увидите, как я запущу мотор. Из него пойдет дым. Это нормально. Сгорит просто лишнее конверсировационное масло. И мы с Мишей полетим. Собственно, планер собран. Мы потратили на это... Ну, сейчас, наверное. Но можно значительно быстрее это сделать. Если там не подтупливать некоторые... Ну, зато нам произошло с дверями. Макс, ты полетишь с папой завтра? Полетишь? Угу. Да? Точно? Мы тогда сейчас планер с дядей Мишей облетаем. Проверим, как у нас все работает после небольшого ремонта. И завтра полетим, да? Ну, конечно. Мама, папа и ты, да. Конечно. Маму возьмем, да? Угу. Возьмем. Хорошо. Ты дышь? Ты дышь. Ты дышь. Ты дышь. Папа! 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 Хи-хи-хи! Пап! Мама, где он? Оля, хочу отец. Пока. Оля, Оля, сидите, ты там. Оля, вот так. Папа, где? Папа! Оля, мама, это... Оля, я не могу. Ой! Оля, хи-хи! Ой! Оля, маха! Папа! 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 Папа, на камеру. Папа, на камеру. Папа, на камеру. Все, что было много лет назад Сны цветные бережно хранят И порой тех снов волшебный хоровод Взрослых в детство за руку ведет Сны, где сказка живет, где день чудес Сны, где можно достать звезду с небес Счастлив то, счастлив то, в ком детство есть Детство наше давно прошло Прошлой жизни буквой прочло Лето, осень, зима И нет весны Но хранят той весны тепло Но хранят той весны тепло Наши детские сны Детских снов чудесная страна Людям всем до старости нужна Только жаль, что нам, когда взрослеем мы Редко снятся те светлые сны Сны, где сказка живет, где день чудес Сны, где можно достать звезду с небес С небес Счастлив то, счастлив то, в ком детство есть Детство наше давно прошло Прошлой жизни буквой прочло Лето, осень, зима И нет весны Но хранят той весны тепло Но хранят той весны тепло Наши детские сны Наши детские сны Наши детские сны Наши детские сны Редактор субтитров А.Семкин Музыка Могу чуть убрать интерцепторы Чтобы подлететь поближе к своей посадке Потому что если мы здесь сейчас сядем То долго будем потом планер толкать Ну вот, я сейчас лечу на маленькой высоте над полосой Убрав полностью воздушные тормоза на одном закрылке Лечу, 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 лечу Вот выпускаю тормоза, чтобы приезжать уже планер Выскакали Выскакали на полосу И проверяю, если у меня тормоза гидравлические есть Это нужно сейчас увидеть и зачем Потому что они настоящие планиристы И не боковичок-то, в общем-то, чувствуется Ленивые люди Потому что они любят, не любят пешком ходить Они любят приезжать к собственному домику Подъезжать и сразу парковаться так Чтобы не надо было даже планер подкатывать, перекатывать Ну ты как? Да Еще с папой полетишь? Да А? Нет Нет? Почему? Да Да? Это он так пугает, шутит Планер зовут принцесса Молодец Хорошая принцесса Да Хорошая? А нравилось тебе на ней летать? Угу А летишь еще? Да Уливаем Хе-хе-хе-хе Реважный Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...